Мы знали, что будет непростой матч. Урал сейчас находится в очень хорошей форме. Плюс они находятся на эмоциональном подъеме после выхода в полуфинал Кубка. В первом тайме мы дали очень много свободы сопернику. Мы знали, что игра будет носить равный характер. В играх, которые носят равный характер, которые не столь зрелищны, очень важно доигрывать эпизод до конца. Выигрывать верховые единоборства, зацепиться за подборы, за отскоки, за атаки вторым темпом. Все это очень важно было сделать. Более того, Урал сегодня атаковал активно и часто использовал подачи с фланга. Мы знали, что Урал часто забивает после подачи с фланга. Но в итоге после одной из таких подач мы неудачно сыграли в обороне и Урал забил. В такой равной игре, когда соперник выходит вперед, очень сложно отыграться. Тем не менее, во втором тайме мы действовали лучше, гораздо интенсивнее. Больше владели мячом. Было больше подходов к воротам соперника. Но те моменты, которые были, к сожалению, мы не реализовали. В итоге нам не удалось взять здесь очки. Я не соглашусь с тем, что Урал не самый сильный соперник. Эта команда сейчас показывает хороший уровень. Более того, они нас сегодня победили. Поэтому это хорошая команда. Со стороны визуально поле действительно оказалось хорошим. Но состояние его было не самым идеальным. Тем не менее, не стоит обращать сейчас внимание на это. Да, сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. Нам удавалось брать очки, но игра оставляла желать лучшего. Сегодня не удалось забить, реализовать свои моменты. Мы упустили некоторых игроков, которые в предыдущих матчах не принимали участие. Кое-что в игре получилось, что-то не получилось. Например, соперник часто делал длинные передачи, и часто эти передачи заставляли наших защитников врасплох, когда они упускали соперника за спину. В атаке кое-что получалось лучше, чем раньше. Но не хватило реализации, не хватило удачи в завершающей стадии.